Отрывы с произведением Михаила Прешина Отрывы с семьи ели. Оба они легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор, уж может быть, лет 200, эти ели сосна вместе растут. Их корни, стволы, сосна, вместе растут. Их стволы тянулись вверх, рядом к свету. Стараясь обогнать друг друга, деревья радостных пород ужасно боролись между собой. Корнями за питание, сучьями за воздух и свет. Поднимаясь все выше, но с ней славами, они впевают сухими сучьями в живые стволы. И местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер устроил деревья в такую несчастную жизнь. Прилетал сюда иногда, пока чатик. И тогда деревья стонали и вылили на все блудовое болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернутая на моковой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой, сосны и ель, что одичавшая собака ввыла от тоски по человеку, а волк ввыл от неизбывной злобы. Сюда, к лежачему камню, прожидите, что самое время это первые лучи солнца, пролетев над низенькими, корявыми, молодыми елочками и березками. Осветили звонкую парину, и могучие стволы соснового гора стали, как сожженные свечи великого храма природы. Оттуда, сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетала пень птиц, посвященная восходу великого солнца. Светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Полотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым пятком. Было совсем тихо в природе, и дети, озявшие, до того были тихие, что тетерев-косач, не обратил на них никакого внимания. Он шел на самом верху, где сухсосные и сукели сложились вместе, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на мостике, он все ближе к келью. Косач как будто стал посветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя грудь стала переливать из синего на зеленое. Особенно красив стал его радужный, раскинутый, лирой хвост. Завидев солнцем полотными, жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье под хвостик, под крылья, и крикнул «Чув! Ши!» И в ответ, это первое чухгане, косача, калька. Далеко по всему болоту раздалось такой же чухганец, обнемкли. И вскоре, со всем сторон, сюда стали прилетать и садиться вблизи, лежащей к кальке. Десятки больших птиц, как две капли воды, похожи на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по вербушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верный косач, висел низко на мостике, вытянул свою длинную шею и завел толпую, похожую на журчание ручка, песку. Неподвижные, как и злояне, сидели на камне охотники, сладко клюв, солнце, такое горячее, чистое, вышло против них полотнему елочек. Но случилось на небе в это время одно облако, оно ввелось, как холодная синяя стрелка, пересеку с собой, пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер вонул. Елка нажала сосной, и сосна простонала. Ветер вонул еще раз, и тогда нажала сосна, и ей зарычало. Продолжение следует...